Подведем промежуточные итоги. Итак, как мы можем наблюдать, ВСУ разгромили элитные части Второй галактической армии в Украине, оснащенные новейшими танками, БМП, артиллерийскими системами, средствами ПВО и ТД. Ядро армии-агрессора составляли несколько сотен тысяч профессиональных солдат. Их оснащение, обучение и лидерство стреском провалилось на поле боя. Чтобы заменить выгоревшую Красную армию, Кремль был вынужден отправить со складов гораздо более старую и менее эффективную технику, а также намного более плохо обученный или вообще неподготовленный персонал, ужасно оснащенный личным снаряжением и стрелковым оружием. В это же время ВСУ освоили западное вооружение. По сути, Украина опередила на Россию в современной подготовке, доктрине, транспортных средствах, логистике, тактике и стратегии. Сравнивать западную технику с советским антиквариатом нет никакого смысла. Это небо и земля. На поле боя западная техника, в отличие от совдеповской, 100% сохраняет жизнь экипажу с десантом. Единственным до недавнего времени ощущался отрыв в количестве артиллерии, что было свидетельством относительного превосходства русских. В то время как у ВСУ есть высокоточная артиллерия, которая примерно в 10 раз более эффективна в нанесении урона. Теперь количество огневых залпов на фронте начинает приближаться к паритету, что рано или поздно приведет вторую галактическую катастрофе. Но есть нюанс. Многие артиллерийские позиции находятся на оборонительных рубежах, защищенные обширными минными полями. Минирование у противника на уровне психиатрии и без превосходства в воздухе над фронтом, ВСУ вынуждены тащиться как черепаха. Для защиты оборонительных порядков из-за острой нехватки арты на юге, орки используют тотальное минирование с инженерными сооружениями. Здесь два косяка. Первый – арта ВСУ стреляет дальше и точнее. Второй – без прикрытия арты, орк просидит в блиндаже ограниченное количество времени. Да, это медленно, зато методично и основательно. Но и в этом есть нюанс. Когда ВСУ прорвут линию обороны орков, все пойдет намного веселее и характер наступления может перейти в подобие Харьковской операции. Быстро и молниеносно. Для справки, Харьковская операция готовилась 4 месяца, так что время у нас еще есть. Если ВСУ не удастся прорвать линию обороны, то это будет медленная, рутинная и монотонная работа, которая продолжится в следующем году. Но в начале 2024-го Украина будет уже иметь эффективную авиацию, противостоящую истощенным российским силам, особенно ударным вертолетам. Как бы Путин не тужился, не сможет заменить свое деградирующее оборудование на более современное или более эффективно обучить и вооружить свою армию террористов имеющимися силами и ресурсами. Так что в новом году темп неизбежно будет быстрее. Если глобально смотреть на войну, то исход неизбежен, вернее, предрешен. У России нет вариантов. Нету кремлинов никакой серебряной пули и не будет. А Тягомотина с передачей ВСУ современного вооружения говорит о том, что у коллективного Запада нет консенсуса, что делать с проигравшей Рашей. Только Великобритания готовится к распаду чумного барака. И Франция зашевелила извилинами. На этом все. Похоже на то, что Запад с задержкой передачи вооружения искусственно создает себе временной лаг на подумать, что делать с этой выгребной ямой. Вычищать или залить бетоном и сказать, что так и было. Это мое личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. Ну а пока на Западе решают Ребус, СБУ и ВМС Украины решили, что два пролета на Керченском мосту лишние, что делает одну сторону моста непригодной для использования. С учетом нанесенного ущерба просто как воздух необходим второй раунд. Можно сказать, что это пока приглашение на выход по наехавшим любителям швабр и бутылок. Кто не понял, тот поймет. Здесь уместно вспомнить о плацдарме возле Антоновского моста. ВСУ героически принимают огонь на себя, помогая ГУР Минобороны Раскрыть логистику и систему обороны орков. Если будет второй раунд по Керченскому мосту, тогда стоит ожидать действий ВСУ на левом берегу. Вы только представьте, что будет твориться на перешейке, если положить вторую сторону моста. И здесь ВСУ на левом берегу. Такие «Добрый вечер, мы с Украины». Существует обоснованное предположение, что ВСУ вклинились в оборону Работина, обходя населенный пункт слева. При этом серии ударов во фланге ВСУ сковали действия 42-й дивизии орков на плацдарме. Оккупанты вызвали подмогу, что не очень спасает ситуацию. Достославный 291-й полк орков подыхает в своей зоне ответственности. Орки перетаскивают резервы по ракадным дорогам, затыкая все новые дыры. ВСУ настолько растянули фронт наступления, что оккупанты не могут понять, где прорвет в очередной раз. Ракада до Вербового под огневым контролем. Работина – это населенный пункт, где ВСУ максимально близко подошли к основной линии обороны. Похоже, что запустили операцию по захвату основных оборонительных позиций врага. Наступают по нескольким направлениям. Артарашистов пытается уйти от огня и маневрирует. Это не спасает. Артдивизион 177-го полка морпехов потерял уже две батареи из трех. За два удара. На левом фланге ВСУ кошмарят 42-ю дивизию орков, растягивая максимально фронт обороны. Орки бегают, как ошпаренные, пытаясь заткнуть дыры. Подогнали морпехов из 810-й бригады, которые сходу попали под раздачу. Героически пал их разведбат с комбатом. В приютном добивают зэков. Орки забили на них и перегруппироваются для организации обороны южнее. Пока всех освободителей повыковыриваешь из нор, проходит много времени. Сдаваться они не хотят, им промыли мозги. Так и воюем. Видимо, у рашистов не все так складно с артой и инженерными сооружениями в направлении Старомлыновки. Поэтому бесконечные встречные бои или контратаки с их стороны. У одичалых что-то со складами боекомплекта. Постоянно что-то горит и взрывается в оперативном тылу. ВСУ на шаг ближе к Старомайорску и Новодонецку. В Старомайорске посыпался 394-й полк орков. Отказываются идти в атаку без поддержки арты и техники. Как только получают порылу, сразу исчезает наглость. Они действительно как дворовая шпана. Каждый день атакуют Марьинку, но безуспешно. Тиктоки никак на ситуацию не повлияли. ВСУ в этой операционной зоне каждый день отправляют в утиль всякие гиацинты, гвоздики и тюльпаны. Повышают статистику. Идут встречные бои в Берховке и Клещеевке. Очень неудачные для орков. Идут бои за освобождение Курдюмовки. Их оттесняют от канала в сторону Андреевки. ВСУ атакует логистический хаб Андреевку. Орки с колес бросают новые резервы во встречные бои. Задача проста остановить ВСУ, а далее зарыться в землю. За счет удара по Майорску ВСУ растягивают фронт. Никакого смысла сидеть орком в яме под минометным огнем в Бахмуте? Нет. Что орки там защищают и каков стратегический замысел такой обороны? Непонятно. Вся логистика лаптей простреливается из простой трубы. Один раз пристрелялся и больше никто не едет. Голодный, с голой попой, один автомат на троих. Таков портрет среднестатистического освободителя Бахмута. ВСУ перегруппировались и неожиданно поменяли точку приложения усилий. Оркам стало понятно, что скоро перережут трассу М-03 для группировки в Дубово-Васыльевка. Пошатнулись Берховка и Ягодное. Перед Клещеевкой идет зачистка основного опорника. Коробочка закрывается. Все ущербные брошены на спасение позиций. Сейчас еще пару мясных волн и арта ВСУ перенесет огонь вглубь их порядков. Начнется охота за отступающими частями. По сути, ВСУ превращают Бахмут в серую зону, которую уже зачищают наши ССО. ВСУ положили глаз на солидар. Орки немного не согласны с такой постановкой вопроса, но тем не менее жмутся к ЖД. Пытаются через Берховку остановить наши силы. Притащили суперспецназ ГРУ в виде 346-й бригады, которую тут же потрепала арта ВСУ. ВСУ достигли ключевых рубежей вокруг Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки. Наблюдают, как арта выносит все, что шевелится внутри населенных пунктов. Параллельно зачищают отработанные позиции. Идет охват Клещеевки с последующим выходом к дороге на Горловку. Скоро из этого района должны быть хорошие цифры. ВСУ перемололи огромное количество расистского отребья – чмобиков, зэков, лугандонов. В бой вынуждены были вступить остатки десантуры и спецназа. Их добивает ВСУ. Возле Кременной ведутся активные боевые действия. Противник преимущественно для наступательных ударов использует воздушно-десантные и моторизованные части. На данный момент ВСУ эффективно отражают большинство наступлений в этом районе. Выскочить из леса – задача простая. Непростая задача – добежать до выгодных позиций. Наша арта остановила орков в чистом поле, где под огнем долго не просидишь. В общем, здесь у противника шансов нет. Это как в Айкидо – кто напал, тот проиграл. На линии Сватова-Кременная постоянно идут боестолкновения. Каждое из них необходимо рассматривать в фазе окончания, а не кричать, что все пропало. Под Новоселовкой орки на пятый день своей активности получили по зубам. Были отброшены назад за ЖД. Сейчас зализывают раны. На Купенском направлении сейчас очень жарко. Жарко везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова